Благословен наш Господь Иисус Христос! Приветствую всех присутствующих в зале, приветствую всех интернет-пользователей, и, как всегда, уже по такой доброй традиции хочу всех поблагодарить за ваше участие в служении. Потому что каждый раз, когда вы не просто просматриваете, а оставляете свои пожелания или комментарии, ставите свои лайки, вы таким образом участвуете. И думаю, что еще не один раз буду напоминать всем нам о том, что труд ваш не тщетен, и есть большое за это вознаграждение. Одно дело, слова благодарности, которые я могу сказать сегодня, и совсем по-другому будет выглядеть, когда слова благодарности будет говорить Иисус Христос. Тема проповеди, о которой я хочу говорить сегодня, отображает события, которые происходят в мире, в частности, здесь, в этой стране, где мы живем. Пробуждение в условиях тотального кризиса, или события наших дней в свете пророческих писаний. Прежде чем я прочту некоторые места писания, может быть, несколько слов хочу сказать о том, ну, как прошли, по сути, мои выходные. Вот пятница обычно у меня вечер, когда все угомонились, как говорится, я могу быть сам наедине, я могу читать, я могу молиться, я могу посмотреть, может быть, какие-то новостные сводки, что-то такое. В эту пятницу я не захотел, я начал слушать один новый клип, христианский, естественно, музыкальный клип. Я слушал, здорово, так мне понравилось, и я продолжал. И я продолжал, и, в общем, ничего я больше не делал до полвторого ночи. Полвторого ночи я потом уже пошел и лег спать. Это все, что я делал, у меня была такая вот, там у меня большая такая комната моя, где я могу быть один. На большом экране у меня видеоролики вот эти все, я смотрю, слушаю, хорошая акустика, хороший звук, все. И просто атмосфера такая, располагающая размышлять, атмосфера располагающая молиться, думать о Господе. Все это время, я больше ничего не делал, я только, я только, меня это так назидало, представьте себе, я даже не заметил, что время уже полвторого, думаю, ну, пойду я уже спать. Я только вот это, это все, что я делал в тот вечер. И о чем я размышлял? Конечно, я размышлял о событиях, которые в эти дни, точнее, с 8 февраля этого года, проходят в одном кампусе, это в штате Кентакки. И я размышлял над этим, что же происходит. Мне присылают и присылают, конечно же, видео, я их смотрю. Вот. Одно из таких видео, мы укажем их, оно будет в первой ссылке под видео этой проповеди в Ютубе. Это видео взято с центрального канала, с телевидения, Fox News. И это оттуда. И я размышлял над всем происходящим, что-то переписываемся на семейном чате, активное участие на этот счет у нас всех, кто делимся, как говорится, своими какими-то мыслями, может быть, делимся ссылками, присылаем, вот выставляем в чате, в нашем семейном. И так, друзья, знакомые присылают мне из Казахстана, кто-то присылает, вдруг я не знаю, что происходит сейчас здесь в Америке. В общем, и суббота, это была пятница, а суббота мы много разговаривали с моей женой, мы разговаривали, я говорю, смотри, вот это, вот это, вот это, вот то, что все происходит сейчас. И мы стали читать некоторые писания. Вот, я говорю, меня обеспокоили, говорю, некоторые писания, которые я читал, перечитал, ну, не знаю, бесконечное множество раз и слышал это, но не видел некоторых деталей. Более того, я даже и ни от кого это не слышал. о пробуждении в условиях тотального кризиса, о событиях наших дней, которые происходят не только здесь, в Америке, вообще во всем мире, о событиях наших дней в свете пророческих писаний. И как это можно все увязать? Я прочту несколько пророческих писаний и потом скажу мои комментарии по поводу того, как бы скажем, мои комментарии – это мое мнение, и оно субъективно. Совсем не обязательно, что все должны сказать, о, да нет, там, ты прав, ты или не прав. Любое мнение имеет место быть. Мнение любого человека имеет место быть. И как я уже сказал, а мое мнение, оно тоже имеет место быть, и оно субъективно. Второзаконие. Первые писания я прочитаю, которые говорят о дожде, о раннем дожде и о позднем дожде. Если мы вникнем, погуглим, может быть, да, историю, когда, как это происходит в Израиле, на какой период там приходится, на какой период времени ранний дождь, на какой период времени поздний дождь. Могу сказать, что я в свое время исследовал, смотрел, мне это было интересно. Ранний дождь, он бывал продолжительный. Ранний дождь не такой интенсивный, но продолжительный. А поздний дождь, он не продолжительный, но он интенсивный. Наподобие, как в разминке у нас Сафрон-младший приводил пример, мы сегодня изучали новое слово «а» для себя, английское слово «излияние». Это как, вот просто как обрушилось что-то на тебя, вот такое вот. Излияние. Не как-то так вот моросит потихоньку, да. Вот даже в английском языке дождь. У нас дождь и дождь, да. Есть разное понятие, как rain и shower. То есть это зависит от того, насколько он интенсивный вообще, как это выглядит, да. И то, и то дождь. Но интенсивность его, продолжительность его какая, да. И даже мы, русскоязычные люди, наблюдали, говорили, о, дождь зарядил надолго, да, мы говорили. Зарядил и надолго. А иногда, ни странно ни сего, вдруг, как дало, раз, и буквально, может быть, несколько секунд, раз и все. И везде, аж вода никуда не успевает уходить, да. Вот это вот было, вот это можно сравнить, как излияние. А вот то, когда вот так вот просто моросит, и он зарядит, и он может и день, и два, да, продолжать, вот, и быть, и вода успевает уходить, и все прочее, прочее. Вот так вот. И вот так вот ранний дождь в Израиле отличается от позднего дождя. Поздний дождь, как я уже сказал, он очень интенсивный, но непродолжительный. Вот так вот, как бы, как обрушилось, да. Но это было необходимо для урожая. Уже промочить сильно землю не надо, все это уже не надо, нужен такой дождь. И именно об этом мы поговорим, и какое это может иметь отношение к теме проповеди. Второзаконие я буду читать в 11 главе, 13-14 и 18-20 стихи. Если вы будете слушать заповеди мои, которые я заповедую вам сегодня, а конкретно, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время. Ранний и поздний. И ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой. Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкую над глазами вашими, и учите им сыновей ваших, говоря о них. «Когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогой, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на вратах твоих». Смотрите, как скрупулезно, как детально, как подробно, и как настоятельно Господь рекомендует. Что Он предлагает? «Любить Господа, служить Ему от всего сердца, от всей души». И кто-то скажет, «Второзаконие – это уже все в прошлом, это уже сейчас мы под благодатью». Слушайте, ну а любить Господа сегодня – это уже больше не актуально? Или служить Господу от всего сердца, от всей души – разве это больше уже не актуально? Разве это уже вышло из моды, как говорится, или сегодня какая-то другая мода, на что-то другое надо переориентироваться? Нет, сегодня точно так же. Мы любим Господа всем своим сердцем, всей своей душой, служим Господу, правда? Искренне. И более того, даже понимаем, что это привилегия, что Он позволяет нам служить Ему. И здесь Он говорит, Господь, «за дождь, ранний и поздний». Знаете, ну, можно подумать, что Господь так сильно беспокоится о земледельцах, вообще о самом плодородии как таковом. Вы знаете, что все, что там Господь говорил в свое время, это образы? Они служат сегодня нам как напоминания, они служат нам сегодня как образы. Все должно будет проявиться в действиях. Если говорить про хлеб, про урожай, ну, вот как здесь мы прочитали, да, и ты соберешь, я дам дождь в свое время и ранний и поздний, соберешь хлеб твой и соберешь вино, имеется в виду виноград, и елей, там маслины, там масло, да, соберешь это все. Ну, вот как хорошо. Или у Бога есть нечто большее, чем накормить нас хлебом, виноградом и маслом, да, это все необходимо. Ну, Иисус говорил, а ну, но не это главное все-таки, прежде всего все-таки не это, да, прежде всего это Царствие Небесное, да, и правда его, а вот это вот все, и хлеб, и елей, и вино, то есть, а это все вторично, но первично, и самое главное, это искать Господа, любить Господа, искать Царствие Небесное, правды его, это главное, все остальное, оно прилагается. Ну, так уж, помните, Иисус говорил, когда начал говорить о теле своем, когда Он говорил, я хлеб, сшедший с небес, едущий этот хлеб, если один раз поест, уже больше никогда не будет голодный, и они им сказали, что, ну, слушай, давай нам такого хлеба, Он говорит, им про другое, и Он им сейчас не говорит вот про это, от хлеба, это нормальное желание человека покушать, вкусно покушать, это нормальное желание, что там говорить, вот, сам люблю, и, тем не менее, Господь, как раз таки, там про другое говорил, Он говорил о теле своем, потом Он им конкретно открытым текстом сказал, хлеб, о котором я вам сейчас говорю, это мое тело, которое я отдаю, вот об этом я сейчас говорю, самарянка, с которой он разговаривал, когда, помните, говорит, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит с тобой, ты сама просила бы у него воды, вода, говорит, которая, которая тут вот ты сейчас пришла зачерпнуть, ты попьешь, ты снова придешь сюда со своими водоносами, вода, о которой я говорю, если человек ее однажды попьет, он больше никогда не будет иметь жажду, и что она ему сказала, она ему говорит, да ты что, слушай, дай мне вот такой воды, чтобы я больше не ходила сюда с этими водоносами, уже руки до колен тянулись, вот от всех этих ведер, от всех этих кромысел, всего, уже, говорит, просто сил нету ходить вот сюда, вот за водой, дай мне такую воду, но он же ей говорит тоже не вот про это, он ей говорит о другом, он ей говорит о воде жизни, он говорит, ты сама станешь источником воды живой, текущей в жизнь вечную, вот о какой воде он говорил, и здесь, когда он говорит, это тоже образы, это образы, Еремия, 5 глава, 23-24 стих, у народа сего сердце буйное и мятежное, они отступили, обратите внимание, первый текст Писания мы читали еще во второзаконии, где Бог говорит за дождь ранней и поздней, и он сказал, если вы будете любить Господа Бога твоего, и при этом сказал, смотри, на руку навяжи, там на лбу навяжи, на косяках дома, и там, и там, детей научи своих, чтобы они хорошо знали это, чтобы все, смотрите, как Бог настоятельно говорит об этом, это имеет значение, это имеет огромное значение, и проходит время, конечно же, это уже времена пророка Еремия, и Бог говорит, у народа сего сердце буйное и мятежное, они отступили и пошли, и не сказали в сердце своем, убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, а теперь, обратите внимание еще вот на это выражение, «Хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы». Обратите внимание на выражение «седмицы и назначенные для жатвы». «Хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы». Мы знаем о трех праздниках, о которых Господь заповедал. Он сказал, это мои праздники, это Господние праздники, они не еврейские праздники, это Господние праздники, и всех, кто Господни, Они чтут эти праздники. Три таких праздника в году Господь сказал, их празднуйте мне, причем празднуйте не когда захотите, а вот тогда, когда я укажу вам. И Он указал и обозначил даты, и они указаны, когда конкретно. Первый праздник – это праздник опресноков, который включает в себя Пасху. И мы знаем, наша Пасха – это Христос, закон за нас, да? И та Пасха, которую совершал народ израильский от самого выхода из Египта и в продолжении всего времени, она указывает нам на Агнца, закланного от создания мира. Второй праздник – это праздник Седмиц. Впоследствии после Вавилонского плена стал называться праздником Пятидесятницы. Но это был праздник Седмиц. Семь полных недель. Семь полных недель. Что произойдет или что потом произойдет в праздник Пятидесятницы, мы знаем. Сошествие Духа Святого, излияние Духа Святого, да, произойдет. И хранит для нас Седмицы, назначенные для жатвы. Третий праздник, о котором Господь говорил, это праздник кущи, когда уберешь все, то есть после позднего дождя. Это будет после позднего дождя. Пройдет поздний дождь, и урожай собирается, весь урожай собирается. Это великая жатва. Жатва, которая есть кончина века. На что указывает именно этот праздник, праздник кущий. И Господь сказал, когда и как его праздновать. И дело в том, что Господь говорил, Он пошлет ангелов и соберут. Сначала соберут, возьмут плевелы все соберут, да, и бросят их в огонь. Свяжут, бросят в огонь. А потом соберут всю пшеницу в житнице. Он сказал, пошлю ангелов моих. И это жатва, это кончина века. И тоже указана дата, когда, какого числа, с какого по какое. Все указано. Надо просто исследовать, надо просто смотреть, читать. Вот. Мы в нашей поместной церкви уже много лет, я даже теперь затрудняюсь сказать, сколько конкретно лет, уже больше десяти, это однозначно больше пятнадцати, мы соблюдаем эти праздники именно в те дни, как и заповедовал Господь. Но это его праздники, Он сказал, это праздники, это мои праздники. Празднуй их мне. Вот. Поэтому мы будем праздновать тогда, как сказал Господь. Итак, читаем еще один пророческий текст о дожде, раннем и позднем. И вы, чадо Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру, и будет не спосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде. А теперь, как говорится, отсюда поподробнее. И будет после того. То есть, мы несколько раз уже прочитали и сказали это выражение дождь ранний и дождь поздний. А теперь, в этом же пророческом Писании, у Иоиля мы читаем, «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчества цены ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, и также на рабов и на рабынь в те дни, и залью от Духа Моего, и покажу знамения на небе и на земле, кровь и огонь и столпы дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь прежде, нежели наступит день Господень, великий и страшный, и будет. Всякий, кто призовет имя Господня, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Господь. И у остальных, которых призовет Господь. А вот все остальные, которых призовет Господь, это уже не в Иерусалиме и не на Сионе. Значит, здесь поэтапно. Вот что произойдет в Иерусалиме, и вот что произойдет у остальных, или с остальными, которых призовет Господь. И вот это пророчество здесь, когда Бог говорит это пророчество через Иоиля, тогда оно уже исполнилось? Нет, конечно, это же пророчество, оно исполнится. Оно должно будет исполниться, правда? Но пророчество уже есть. И пророчество, оно исполнится независимо ни от каких обстоятельств. Пророчество отличается от обетования. Обетование обусловлено. Обетование работает при определенных условиях. Пророчество не зависит. Пророчество не зависит. Оно будет так, как сказал Господь. Небо, земля придут, говорит, слова мои не придут, все исполнится. До мелочи все исполнится. Исаии 60 глава, 2 стих. И мы перейдем, как говорится, к самым главным событиям, о которых я хотел сегодня говорить. Ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобой. Ну и кто-то скажет, а мы, это надо, это он там, Бог сказал об Иерусалиме, об Израиле и все прочее. Вы знаете, вообще здесь речь, вот тьма покроет землю. Какая тьма? Какая тьма покроет землю? Темно станет на улице, темное время суток. Мрак народы, мрак покроет народы. А вот это вот выражение народы, это говорится о каком-то конкретном народе, конкретной какой-то стране, или это говорится в глобальном масштабе? Конечно, в глобальном масштабе. Тьма покроет землю, мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобой. Мы читаем, когда пишет Иоанн об Иисусе, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его, потому что истинный свет уже светит. Поэтому конца света не будет всем. Всегда говорю об этом, когда мне говорят о наступлении конца света, я говорю, конца света не будет вообще. Это исключено, потому что истинный свет уже светит. Конец тьме придет. Когда спрашивают, сторож, сторож, сколько ночи? Он говорит, близится утро, но еще ночь. То есть пока темное время суток. И Иисус, как сказал всем, кто противостояли Ему, Он сказал, сейчас ваше время и время власти тьмы. Речь не идет о темном времени или о светлом времени суток. Речь идет о другом. И мы понимаем, да, про что разговор. И вот здесь тьма покроет землю и мрак народы. Обратите внимание, что происходит сегодня, буквально в наши дни, вот в этот месяц. События, которые потрясли весь мир. Это катастрофа. То, что случилось в Турции. То, что случилось в Турции, уже жертв переваливает за 50 тысяч уже. Ну, вы же представляете, города разрушены под руинами. Это, ну, кого смогли спасти? Уже спасли, уже поиски прекращаются. Столько времени прошло. И, конечно же, это, вот эти вот 50 тысяч, это только в Турции. Это не включая Сирию. Потому что землетрясение случилось и в Турции, и в Сирии. И число жертв, ну, как говорят специалисты, я читал их прогнозы, очень печальные. Это будет далеко за 100 тысяч. Это будет далеко за 100 тысяч. Сейчас обнародована цифра, которых тела уже нашли мертвыми. А все остальные, которые еще под завалами, будут разгребать, находить, не находить. Я не знаю, когда и как, и сколько там будет. Но даже вот эта цифра, да, даже эта цифра, кровь в жилах стынет, когда слышишь об этом. Представьте, это же такая трагедия. Это разлом земли. Я смотрел вот это все, жутко смотреть на это все. И это все происходит война. Война, которую называют, кто-то, кому-то выгодно это называть локальный конфликт, специальная военная операция. На самом деле это мировая война. На самом деле это мировая война. Противостоят все силы коллективного Запада. Противостоят там, просто используют поле битвы, используют там, в Украине используют поле битвы. А на самом деле там идет серьезная глобальная война. Нервы щекотят одни другим, причем боеголовками. Это страшно. Это страшно. Люди издыхают в ожидании каких-то бедствий. Пандемия. Вот это вот люди во время пандемии не успевают работать все вот эти котлы, которые сжигают людей, не успевают, не успевают, все загружено. Я смотрел, вот новый всплеск в Китае, опять показывают, прямо на улице, вот они, многоэтажные дома стоят все. Люди прямо на улице строят сооружения и сжигают тела умерших. Снова, как бы, скажем, такой толчок вот этого ковида. Сжигают прямо во дворах. Жутко, жутко видеть вот эту картину, потому что все крематории загружены. Большие очередя ждать невозможно. Это же трупы. Вот зараза, все. Сжигают прямо на улицах. Страшное дело. Страшное дело. Где-то просто загребают. Я посмотрел, что у нас в Америке на том побережье, на побережье Атлантического океана, из моря, из океана стали выбрасываться киты. Огромные туши, огромные туши китов выбрасываются на берег, умирают. И здесь это пляж, люди отдыхают, все. Экскаваторами роют большие ямы. И прямо там в песок закапывают этих китов. Прямо там закапывают китов. Не успевают. Вы понимаете, это реально кризис, глобальный кризис, который происходит. Как я уже сказал, или это была пандемия, сколько людей умирает, умирает, умирает. Больницы перегруженные. Вы понимаете, где-то голод, где-то моровая язва, где-то от голода люди умирают. Выходят какие-то сухогрузы с пшеницей оттуда, из территории Украины, откуда зерно, Украина богатое зерном. Выходят, не смогли выйти, непонятно что, начинает тонуть. Столько зерна, все это в море, как говорится, все выбрасывается. А люди в это время где-то от голода гибнут. Турция, которая выступила гарантом, чтобы пропустить все эти сухогрузы, все эти корабли с зерном, с продуктами для тех, кто особенно нуждается, для голодающих особенно. Россия выступает гарантом того, что безвозмездно, просто бесплатно отправят туда. Только помогите, чтобы нигде по пути тормозов не было. Есть голодающие люди туда, в африканский регион, в африканские страны, отправят туда, голодают. Кто-то разворовывает, кто-то разворовывают. Сытные европейские страны перехватывают пшеницу, разворовывают. Туда к голодным, к бедным людям практически почти ничего не доходит. И все это все знают. Дело в том, что все это все знают. И каждый угрожает своими автоматами, своими ракетами и всем прочим. Друг другу угрожают и нагнетают, и нагнетают, и нагнетают. И люди воздыхают от бедствия. Вскрываются новые преступления. Вскрываются новые преступления, которые одна страна делает против другой. Это уже все квалифицируется как международный терроризм. И, конечно же, и страна, другая потерпевшая страна, заявляет во всеуслышание. Это не останется без ответа. Мы ответим. Мы обязательно ответим. И понимают все, не ровен час что-то произойдет вообще такое, это катастрофа. Катастрофа понимает, что мир на грани исчезновения. И наряду со всем этим здесь у нас в Америке происходит город Асбурри. Это штат Кентакки. Штат Кентакки – это непромышленный город, непромышленный штат. Там нету большой индустрии штат Кентакки. Нету. А этот город – это вообще студенческий город. Это вообще студенческий город. И там с 8 февраля студенты в часовне стали собираться. Сначала несколько человек стало приходить в течение… С утра началось немного, потом к обеду уже стал зал наполняться. И с 8 февраля там не перестают беспрерывно, круглые сутки, не перестают молиться. Не перестают молиться, молятся. Весь инструмент там, клавиши подыгрывают, пиано подыгрывает, и гитара, в общем-то, весь этот инструмент. И с 8 февраля не перестают молиться. И это охватило, это начинает набирать такие обороты. Об этом заговорили все. И я уже сказал, что на один из центральных телеканалов Fox News, известный в Америке телеведущий Талкер Карлсон, говорит, очень хорошие новости есть в Америке. Наряду с тем, что происходит много вот таких вот отрицательных, негативных, происходят, есть хорошие новости. И показывают сюжет, который снимают именно там. В этом городке Аусбурри, в штате Кентакки, показывают. Это, понимаете, это не просто где-то кто-то, разговоры кто-то кому-то рассказал, пересказал. Все понимают, по крайней мере здесь в Америке, все понимают, это серьезный канал. Fox News – это серьезный канал. И вот этот, это известный, это известный во всей Америке, и не только в Америке, известный тележурналист, ведущий Талкер Карлсон. Его многие выступления переводятся на русский язык. И я уже сказал, это будет в первом комментарии под видео. Вы сможете зайти и посмотреть, что это именно так. Когда я стал об этом слышать, думаю, интересно, Господи, что это такое? Что это такое? Кто-то как-то это обозначил, что это там сильное излияние, кто-то обозначил. Ну, кто что сказал? Ну, факт пока что остается фактом. С 8 февраля, это примерно, вы знаете, в Турции примерно в это время происходит вот это землетрясение, да? Вот. Война продолжается, уже вот будет годовщина, через пару дней уже будет годовщина, как продолжаются вот эти вот военные столкновения. Война, причем война мирового масштаба. Война, все это происходит. Пандемия еще, все это свежо в памяти, а где-то дает новые толчки, все вот эти вот заболевания. И вместе с этим вот это вот, что это такое? И знаете еще какой вопрос у меня возник? Где? Одно дело что, а второе дело где? В стране, которая считалась всегда как оплот христианства, теперь страна, которая насаждает, насаждает под предлогом демократии, насаждает во всех других странах зло, процветает гомосексуализм, безбожность, принимаются настолько отвратительные и безбожные законы. И если это было в свое время оплот христианства, страна, то теперь это получается чуть ли не источник зла. Или разрушение всякого семейного благополучия. И здесь что это? Господи! Как любой другой человек, конечно же, задумывается. Я живу здесь в Америке сегодня вот уже 24 года, и когда я приехал в Америку, она была еще другая. За это время, сколько я живу здесь в Америке, уже сменилось несколько президентов. Естественно, каждая администрация дает свое какое-то направление, что-то меняется, чему-то радуемся. Предыдущая администрация Белого дома нас радовала, когда принимались такие законы здоровые для семей, как бы все христиане стали ободряться, радоваться. Эти 4 года пролетели вот так, вот их нету. Снова пришел мрак. И вот это вот, о чем мы прочитали, тьма покроет землю и мрак народы, но над тобой воссияет Господь. При всем этом может что-то произойти, и я думал, кто-то называет или говорит, это пробуждение, и кто-то комментирует и говорит, любое большое пробуждение начиналось именно вот с того, что люди начинали собираться вместе, беспрерывно, молитва, 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 то есть не останавливалось. Каждое большое пробуждение начиналось так. С чего начиналось самое первое пробуждение, если мы будем говорить это в Иерусалиме? Со слов Иисуса. Он сказал, не отлучайтесь из Иерусалима никуда, «Будьте все вместе и ждите обещанного. Через несколько дней сойдет на вас Дух Святой, и вы примите силу быть мне свидетелями». Он предупредил их. И они были все это время единодушно вместе. В чем они занимались, в чем они пребывали? И они пребывали единодушно в молитвах и в молениях. Они не уходили, они не покидали, и вот это все время они находились вместе. И так до Дня Пятидесятницы, который назывался изначально праздником Седмиц. Именно об этом сказано. Храни для нас Седмицы. Храни для нас Седмицы. То есть и этот праздник, праздник Седмиц, он указывал на события, когда сойдет Дух Святой, когда Господь войдет в свой храм. Давайте прочитаем вот это описание. И оно, конечно же, перекликается с книгой пророка Иоиля. Во второй главе, естественно, Деяния апостолов с 14 по 21 читаю. Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть предреченное пророком Иоилем. Это есть предреченное пророком Иоилем. «И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни и залью от Духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день, Господень великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господня, спасется». Скажите, вот здесь, когда Петр прокомментировал, что произошло в день Пятидесятницы, он сказал, что это исполнилось пророчество пророка Иоиля? Нет, представьте себе, нет, он не сказал так. На чем я поймал, и я сказал, почему, я вот эти вот дни размышлял, вот пятницу, уже полночь, за полночь, я слушал прославление, вот так вот погружался в размышления, что происходит, все, и в субботу, когда мы разговаривали с моей женой, я говорю, смотри, мы разговаривали, я говорю, подай-ка, пожалуйста, мне Библию, она подала, я говорю, смотри, давай мы сейчас прочитаем дословно, о чем здесь идет речь. И Петр говорит, что это есть предреченное пророком Иоилем. Он не сказал, что все то, что предрек Иоиль, исполнилось. Он сказал, мы наблюдаем то, о чем говорил пророк Иоиль. «Скажите, а все пророчество Иоиля, оно что предполагало? Либо мы вернемся снова в книгу пророка Иоиля, либо то, что прочитал, собственно, Петр туда и сослался, да? Кроме того, что и залью от Духа Моего на всякую плоть, покажу чудеса на небе, вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде наступит день Господень великий и славный». И вы знаете, чего я не нашел, чего я не увидел? Тогда, там, в Иерусалиме, в день Пятьдесятницы, когда было излияние Духа Святого, вот этого не было. Луна не превращалась в кровь, солнце, луна, столпы дыма, всего этого не было. И если мы скажем, что тогда исполнилось то, что изрек, он сказал, это происходит, то, что вы сейчас видите, это все реченное пророком Иоилем, он так и сказал, это предреченное пророком Иоилем. И это, я уже сказал, это мое мнение, и оно субъективно. И я стал рассматривать, и с женой мы разговаривали, и говорю, смотри, это может выглядеть тогда, то, что произошло там, в Иерусалиме, это еще не конец всех пророческих писаний, вот этих, которые Иоил изрек. Потому что будет нечто в Иерусалиме и на Сионе, и у всех остальных, кого призовет Господь, а это уже будет за пределами земли Иудиной, за пределами Иерусалима. Это там будет происходить. Но тогда, в день Пятидесятницы, ничего подобного не было. Потом прошло определенное время, и начались гонения на христианство, и пришло вообще жуткое время, и вот это вот вековые молчания, небо, как говорится, Дух Святой вообще не изливался. Дух Святой не изливался. И так происходило долго. Представляете, вековые молчания, это не сто лет, это не двести лет, вековые молчания, небо молчало вообще, Дух Святой не изливался никак. И кто-то говорит, что, ну пробуждение, вот потом пробуждение началось на Азуза-стрит, это в Лос-Анджелес, штат Калифорния. Это началось там, в 2006 году, конкретно 9 апреля. Но на самом деле, 9 апреля 2006 года, извините, 1906, прошу прощения, 1906, в 2006 это сто лет было уже, еще раз говорю, в 1906 году, 9 апреля, излился Дух Святой. Но что этому предшествовало? С 1901 года, прям с 1 января, там, под лидерством тогда одного афроамериканца, Уильям Сеймур, начали собираться ежедневно, для молитв. И это продолжалось 6 лет. Это продолжалось 6 лет, с 2001 года до 2006 года, 5 лет, да? Ой, извините, еще раз, живем в другое время, тысяча, да. С 1901 года, по 1906 год, все это время, как я уже сказал, под лидерством афроамериканца, известный для того времени проповедник, Уильям Сеймур, они собирались и молились. И это было непрерывно. Это не прерывалось с 1901 до 1906 года. Не прерывалось, было беспрерывно. А в 1906 году, 9 апреля, сошел Дух Святой. И это стало распространяться не только по Америке, а далеко за пределы. То, что происходит сегодня там, в кампусе, в этом городке, в Кентаке, в штате Кентаке, возможно, не происходит сильного, как бы скажем, такого излияния Духа Святого. Но люди уже беспрерывно, столько времени, пребывают в молитвах. Там такая атмосфера, что привлекло внимание даже центральные каналы телевидения. Это показывают по центральным каналам на всю Америку. Другие страны вещают. Этот канал смотрят не только в Америке. Я стал думать, Господи, что это? Все пробуждения, которые, как говорят, каждое великое пробуждение начиналось с того, что, ну, по крайней мере, на Азуза стрит, это было несколько лет, это молилися, не прекращая, не расходилися. Вот. И потом сошел Дух Святой. Потом сошел Дух Святой. И, если мы знаем историю, ну, ее называют как Божьи генералы, как угодно, пусть будут Божьи генералы, не возражаю. Как угодно. То есть, служение всех этих людей, очень известных евангелистов, пасторов, сам факт, что он сопровождался силами, чудесами, знамениями, были такие потрясающие, исцеление больных, воскрешение мертвых, изгнание бесов. Это все происходило и во Дне Апостолов, от начала Дней Пятидесятницы. Правда? Но, чего не было тогда? Не было кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, луна в кровь. Этого не было. Этого всего ни в одном из пробуждений не было. А Бог сказал через пророка Иоиля именно об этом. Я стал размышлять, думаю, Господи, сегодня, вот тогда, когда такой тотальный кризис, гуманитарная катастрофа, пробуждение, мы как-то себе это все по-другому представляли. Я себе представлял пробуждение по-другому. Вот, это изгнание бесов, исцеление больных, воскрешение мертвых, Дух Святой изливается, руки на людей возлагаем, и все. Мы все это переживали, мы все это переживали, видели, я в том числе не просто видел, а участвовал в этом. Я являюсь участником, я был участником еще в Казахстане до переезда в Америку. Все это происходило, мы все это видели, мы все это видели, это нас так приятно всех удивляло, это придавало нам стимул и сил для того, чтобы мы могли не уставая продолжать делать. Открываются новые поместные церкви, по городам ездят трамваи с надписями названия церквей и адресом, где проводятся богослужения, и мы даже приходилось вплоть до того, что мы едем из Казахстана на конференцию в Оренбург и граница Казахстана с Россией, естественно, нас остановили служба, постовая служба, дорожно-постовая служба, нас остановили, куда едем, что едем, куда, так и так, вот из Казахстана едем в Оренбург, цель поездки, все прочие, конференция христианская, какая, а, да, да, конечно знаем, тогда в те годы там в Оренбурге, в Орске, точнее, Благая Весть, знают, вся Оренбургская область знает Благая Весть, мы едем туда на конференцию, они говорят, о, да, да, конечно знаем, хорошего вам пути, пожелали даже Божьих благословений, все, давайте, езжайте, все, то есть, информация разлеталась, газеты тогда, я знаю точно, я видел, я читал эти газеты, газеты писали, это в газетах везде, такое событие, оно не могло оставаться, уже Дом культуры становился маленьким, снимали, снимали здания для больших служений, снимали уже другие здания, потому что не вмещаются уже, в Дом культуры это среди недели можно было, а уже воскресное служение, для этого уже снимали театр драмы, там в Орске, я бывал там, я был, я знаю все это, я видел, и у нас в Казахстане, мы, когда проводили большие служения, мы снимали большие здания в Караганде, мы снимали большие здания, это все происходило, изгнание бесов, исцеление больных, все это происходило, мы не просто свидетели, я скажем, не просто свидетель, моя семья здесь со мной, мы были участниками всех этих событий, но, опять же, всего вот этого, то, что предрекал пророк Иоиль, кровь и огонь, и курение дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, ничего подобного не было, ничего подобного не было, и это, я подумал, думаю, Господи, если вот то, что сейчас происходит здесь, в Америке, вот в этом студенческом городке, если это имеет, скажем, вот такие предпосылки, для какого-то большого пробуждения, я говорю, Господи, то в каких это условиях, где? И я понял, поймал себя на мысли, а у нас свое представление о пробуждении, у нас свое представление о пробуждении, пробуждение, оно вот такое, а Бог через пророка Иоиля сказал, оно вот такое, вы знали одну сторону, вы знали одну сторону, но это не все, все то, что произошло тогда от Пятидесятницы, и мы говорим, Бог повторил в нашей жизни Пятидесятницу, 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 может быть, Господь в нашей жизни не будет повторять, Он продолжит. Излияние Духа Святого может произойти в условиях мировых катаклизмов, это может происходить. Тьма покроет всю землю, мрак покроет народы, и это произойдет, причем где? Это произойдет там, где в стране, которую сегодня, ну, скажем откровенно так, недолюбливают практически во всем мире, недолюбливают по понятным причинам. И может быть, кто-то слушает это в Казахстане, там в России, у кого негативные отношения к Америке, мы не прославляем Америку, мы прославляем нашего Господа Иисуса Христа и Его благословенное Царство. Блажен Господь, Бог наш, блажен народ Его, народ, знающий трубный зов. Но все вот эти пророческие писания, они должны будут исполняться, и Бог не будет спрашивать, где мне это все сделать, где мне все это сделать. Вот как тогда, я уже сказал, это случилось на Азуза-стрит, в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, сегодня это, вот, начинается вот такое событие, и как я уже сказал, там в Турции, такое бедствие, такое происходит, все внимание, как бы, скажем, туда, люди туда, от войны, уже от военных действий, которые происходят там, на юго-востоке Украины, уже, как бы, скажем, внимание на Турцию перекинулось, все туда, сейчас здесь, в Америке, канал переключается, а вот это что такое? И вы помните, Бог говорил, через пророка Аввакума, буквально пару проповедей назад, я говорил на эту тему, когда Господь говорил, посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ну да, у нас другое представление о пробуждении, вот в чем дело. Я помню тогда, когда у нас там, а в Казахстане, ну в России, в Казахстане, в других, это на Украине, везде происходило, вот те годы, такое вот сильное пробуждение, и мы, у нас сложилось представление о пробуждении, как оно, и мы хотим этого, и мы хотим продолжения всего этого, и мы когда говорили, вот деяния апостолов, вот деяния апостолов, я рассказывал однажды в проповеди в одной, здесь все, кто со мной в этом собрании знают эту историю, когда я был, я и мой помощник были задержаны в Узбекистане, арестованы, семь дней нас там продержали, семь дней нас там продержали, там Господь давал откровения, нас там просто арестовали, и все. А мы ехали после такой молитвенной конференции, где у нас был пост молитвы почти в течение недели, и Дух Святой проговорил, что мы должны будем поехать туда, поехать, не знаем куда, это конкретно, все, что знали Средняя Азия, зачем, даже и не знаем, зачем, и что ждет нас, тоже не знаем, но Дух Святой открытым текстом проговорил, и мы приехали туда, а нас там арестовали, и вот мы молимся с братом, с моим помощником, Господи, что происходит на самом деле, и Господь сказал, вы проповедники полного Евангелия, да, сейчас, а что вы знаете о полном Евангелии, ну вот это вот все, вот оно, Пятьдесятница, это изгнание бесов, это исцеление больных, это Дух Святой сходит, руки на людей возлагаем, и все прочее, столько выходят, выходят десятками, сотнями люди выходят принимать Иисуса Христа, открываются поместные церкви, да, ну вот это все, тюремные служения открываются, все вот это вот, и Господь сказал, в продолжении семи дней я буду открывать тебе, и тогда я сказал моему брату, семь дней мы здесь будем, после этих семи дней нас отпустят, он говорит, да ты что, а он, а он видит, что я слышу, он смотрит на меня изумленно, он видит, что я слышу, потому что он слышит только то, что я говорю, но не слышит то, что я слышу, и он понимает, он в таком состоянии, он смотрит, что это, пока закончился мой разговор с Господом, Господь стал говорить, я просто беру, и читаю, беру и открываю Библию, Библия была с собой, и я ему говорю, слушай, брату своему, слушай, вот это вот все, это же все деяния апостолов, Петра, Иоанна призвали, били, Павла били, выносили за город, бросали, думали, что мертвый, и все вот это, и это же все деяния апостолов, я говорю, слушай, а мы деяния апостолов все по-другому представляем, мы деяния апостолов вот так себе представляли, Оказывается, что ради имени Его нам дано не только веровать, но и страдать, чтобы с Ним и прославиться. И сей Дух говорит нашему Духу, что мы дети Божьи, аллилуйя. Если только и страдаем с Ним, чтобы с Ним и прославиться. И я увидел еще продолжение, другую картину. А мы кричали, что мы проповедники полного Евангелия. И у меня приключилась болезнь в таких условиях, в этом Узбекистане, где мы были, в Наманганской области. У меня на пальце случился нарыв такой, по Норице называется. Я на ногу наступать не могу. И вот мы, когда вернулись уже обратно на поезде в субботу, я вышел рано утром, где-то примерно, ну не так уж рано, где-то, может быть, в девятом часу прибыл поезд. Я вышел там в Караганде из поезда и встретил одного брата из нашей церкви, из Караганды. Он занимался частным извозом на такси. Он у меня увидел, о, пастор Сафрон, слава Господу, с возвращением. А я иду, я иду никакой, вымотанный, наступить на ногу не могу, болеет. И он мне говорит, ну расскажите, ну как поездка? Я ему говорю, ну завтра, в воскресенье, на собрании я расскажу, буду свидетельствовать, все расскажу. Ну если в двух, ну хотя бы в двух словах расскажите, пастор, в двух словах. Я говорю, ну если в двух словах, то ну как в деянии апостолов? Аллилуйя! Понятно почему. Я тоже буквально до поездки туда, я тоже себе так представлял деяния апостолов. Только после той поездки я увидел, что на самом деле представляет из себя деяние апостолов. Я с того времени перестал кричать, делать вот такие вот неправильные провозглашения. Мы тогда кричали, мы все завоюем, мы захватим. Пока однажды я постился, и Господь не проговорил ко мне. Сафрон, а что ты вообще собираешься захватывать? Я не захватчик, я освободитель. Я говорю, точно, Иисус же освободитель, Он же не захватчик. А мы что-то все захватывать собираемся? Он говорит, нет, не захватывать. Он говорит, я не захватчик, я освободитель. Я пришел отпустить, не захватить. Я пришел отпустить измученных на свободу. Вот это чем надо заниматься? Точно, Господи, а мы вот так вот. Ну, знаете, быть осторожным, это, наверное, нормально. Ну, а быть консервативным, это еще и опасно. То есть консервативное общество, оно все воспринимает в штыки. И любые проявления непонятные могут отнести к каким-то бесовским проявлениям. Как помню, спросил меня один человек, ну что вы там, все еще, как ваши дела, что у вас там происходит? Вы все еще валяете людей. Ну, как бы вот такое вот выражение. Я говорю, ты не боишься похулить Духа Святого? Что ты имеешь в виду? Я говорю, ну, если вот то, что ты назвал валяние, есть проявление Духа Святого. Понимаешь, дело в чем? Мы можем чего-то не знать, и поэтому мы можем не понимать какие-то действия. Я тогда занял какую позицию? В самом начале. Когда я многих вещей не знал, и, соответственно, поэтому не все я, даже, наверное, многого не понимал, тогда я сказал, Господь, я хочу никак не судить о происходящем, о том, что сейчас я вижу, что происходит. Господь, я не хочу никак судить, потому что я просто не знаю. Я просто не знаю. Это можно отнести туда, это можно отнести вот сюда. Правильно это или неправильно? Я же не знаю. Господь говорит ни о чем и ни о ком и никак, да, не судить прежде времени. И вы знаете, когда я занял такую позицию, Бог стал мне показывать вещи правильные. Он стал меня вести правильными путями, вот. Потому что я не занял какую-то консервативную позицию, и мне не снесло, как говорится, голову, мне не снесло, потому что я стал смотреть и доверяться Господу. Я много постился, я много молился. Я говорю, Господи, я всего этого ведь не знаю, не понимаю. Господь ввел меня в служение, Господь ввел меня в служение, вот. А я многих вещей не знаю, не понимаю, я нуждаюсь. И Господь учил меня, как Павел, помните, говорил, я от самого Господа принял. И вот вам теперь все это рассказываю. Я, говорит, я это не научился где-то, я это все научился от Господа. Господь являлся мне и говорил, вот так вот Бог меня в свое время тоже учил многим вещам, что-то просто отлетало у меня, я понимал, что это не соответствует библейской действительности, кому-то нравилось, кому-то крышу сносило, как говорится, вот кричали, делали какие-то заявления, да, вот, смотрите, чем опасна может быть вот такая настороженность, не просто настороженность, я скажу, а консервативный взгляд на происходящее. О, да видели мы уже всего это, много видели. В Деянии апостолов, 5 главе, 34 по 40 стихи, здесь речь идет после того, когда Петра и Иоанна, сначала их, помните, арестовали, потом ангел их вывел на улицу и сказал, снова проповедуйте, они стали снова проповедовать, вот, и пришли, доложили всей Иерусалимской верхушке, что вот эти люди, которых арестовали, вот, двери в темницах везде все закрыты, и они на площади, проповедуют снова, и тогда уже без конвоя предложили им прийти для консультации, для объяснения в Синедрион, вот, их там выслушали, вот, а потом очень уважаемый человек Гамалиил сказал, давайте, пусть они выйдут некоторое время, поговорим без них. Встав же в Синедрионе некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время, а им, то есть Синедриону сказал, мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что с вами, что вам с ними делать. Ибо незадолго перед Сим явился Февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему пристало около четырехсот человек, но он был убит, и все, которые слушали его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа, но он погиб, и все, которые слушали его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь же, чтобы вам не оказаться и Богопротивниками. То есть, какая опасность? Можно оказаться Богопротивниками. Они послушались его, и, призвав апостолов, били их, и, запретив им говорить о имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Обратите внимание, это позиция Гамалеила, у них все, и того Синедриона, у них все, как говорится, здесь отлажено уже годами. Все у них, говорится, вот пришел Иисус, как говорится, всю их систему перевернул, как говорится, и начал выгонять из храма всех продающих, покупающих там миновщиков монет. Ну, вы знаете все эти истории, а тут теперь уже после воскресения, после Голгофа, после воскресения Иисуса Христа, после Пятидесятницы апостолы весь наводнили Иерусалим учением об имени Иисуса Христа, проповедуют. Происходят вот такие действия, они говорят, мы не можем ничего сделать, посмотрите, люди следуют и следуют за ними, мы не можем остановить это, мы не можем ничего делать, надо что-то делать. Смотрите, и тогда, но сначала хотели их просто, ну, это простой вариант, как говорится, нет человека, нет проблем. Появился какой-то человек там, какой-то фев, да, начал какое-то движение, а его, ну, его убили, его убили, и все люди рассеялись, никого нет. Потом Иуда Галилеянин тоже погиб, как погиб, да, кто знает, как он погиб там, да, и он увлек много за собой народу, и Галилеянин говорит, вот смотрите, и сейчас, вот то, что вот это происходит, если это очередное, как говорится, вот такое вот просто, оно развалится само, оно само по себе просто развалится. А если это дело все-таки от Бога, ну, вы однозначно, вы не сможете это остановить, вы не сможете, если это от Бога. Более того, он говорит, смотрите, можно даже еще и оказаться богопротивниками. Я знаю историю Гамалиила и синдрион того времени, они никто не пристали к движению к этому. Они не были учениками Иисуса Христа, и они не были последователей этого имени, не были. Это позиция. Ну, посмотрим, что из всего этого выйдет. Мы как бы вот такие, это консервативный взгляд. И всегда критика. И всегда начинается критика. Потому что всегда было много у тех, кто только начинали какое-либо другое движение, много непонятных вещей, какие-то действия, которые происходят, незнакомые, не знаешь, что это именно, как это охарактеризовать. И были ли какие-нибудь ошибки? Ну, были, я уже сказал. Мы кричали, что мы завоюем, мы там все захватим. Мы кричали, что мы проповедники полного Евангелия. Потом я увидел, да нет такого выражения в Библии, полное Евангелие. Есть Евангелие, вечное Евангелие. И оно или есть, или его нету. А все вот это вот, как говорил Иисус, оно от лукавого. А все, что сверх того, это все от лукавого. Это уже все понапридумывали. Ну, ну и что? Вы знаете, не надо бояться ошибиться. Не надо бояться ошибиться. Нужно быть просто искренним перед Богом. А Бог с искренними поступает искренне. Он никогда не осудит человека. Если человек даже и ошибся, но он был искренен, Бог не осудит человека. Бог не человек. И вот то, что происходит сегодня, я уже сказал, это я смотрю на эту ситуацию и говорю, Господи, а я не представлял себе, что, вот скажем, если это предпосылки к пробуждению, которое происходит сейчас в штате Кентаки, если это предпосылки к пробуждению, то, ну, я не мог себе никак воспринять это как пробуждение. Тем более, что этому еще задолго предшествовало? Этому задолго предшествовало, что 2000-й год, вернее, 2020-й год объявили годом начала излияния, сильного излияния Духа Святого. Проразгласили этот год. Может быть, это была ошибка? Может быть, это была ошибка? Потому что ничего не случилось, началась пандемия, началось то, началось то, началось то, и люди говорят, а где пробуждение? Потому что кто-то обозначил дату. Кто-то обозначил дату. И это людей привело в состояние конфуза, меня в том числе, потому что я тоже над этим размышлял. Подожди, а как так? Пророки, если это пророки, это истинное пророчество, почему это должно было, вот прям с 1 января это должно будет начаться. То есть это так сказал Господь? Вот если Он Аврааму сказал, ровно через год, ровно через год, в этот же самый день я буду здесь. И жена твоя, Сара, родит ребенка. Да? Господь указал, Он сказал, когда именно произойдет. Иисус ученикам сказал, когда именно это случится с Пятидесятницей. Он сказал, когда это произойдет. И здесь, когда стали делать такие... Это не были прогнозы, это были заявления. Понимаете, а сейчас уже 2023 год. По крайней мере, вот 20, 21 и 22. Три года ничего не происходило, а объявлен был 2020 год началом величайшего пробуждения, излияния Духа Святого. И ничего подобного не произошло ни в 20, ни в 21, ни в 22. И сейчас, я сказал, вот эти вот предпосылки, я сказал, Господи, мы себе придумали, не то, что придумали, мы себе... У нас сложилось такое представление о пробуждении. Оно вот так должно быть. Оно не будет так, как это мы предполагаем. Господь через пророка Аввакума сказал, я буду изумлять вас. Я буду изумлять вас. Я буду делать такие дела, что если бы кто-то вам сказал об этом вчера или третьего дня, вы бы не поверили. Вы бы не поверили. И я сам, Господи, как? В таких условиях? И вот мы именно об этом разговаривали с моей женой. Я говорю, слушай, в таких условиях, при всем этом, что вот это... Я стал снова читать и думаю, Господи, а я ведь это Писание знаю хорошо. Но мы брали контекст из Пятидесятницы, из пророка Иоэля. Мы брали контекст. И залью от Духа на всякую плоть, будут пророчивать цены ваши, сновидения, будут видения, будут все. Мы это взяли. А вот это вот все, там, солнце превратится во тьму, луна превратится в кровь, столбы дыма, вот это все, разруха, понимаете, вся вот эта вот разруха, все вот эти вот катаклизмы мирового масштаба, все. Но это никак, никак, это не пробуждение, это глобальные бедствия, это никак не может быть. Но Господь сказал, что перед наступлением Дня Великого и Страшного произойдет именно вот это. Произойдет именно вот это. И Он сказал, и у всех остальных, кого не призовет Господь. Последний текст Писания, я читаю, говорит пророк Иаков. Как вы думаете, наверное, тоже пророк Иаков знает идею позднего и раннего, раннего и позднего дождя. И апостол Иаков, наверное, тоже знает о пришествии Господа Иисуса Христа, да? Гораздо больше, чем мы. Так вот и почитаем. 7-9 стих, в 5 главе. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы. Укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. И Он здесь подводит нас к такой вот мысли. дождь поздний и дождь ранний и пришествие Господа Иисуса Христа. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. И вот пока мы сетуем друг на друга, пока мы будем злословить друг друга, судья все это дело наблюдает. Он стоит у двери и наблюдает. Он наблюдает, когда я закончу. Он подождет. Все? Закончил? Ну, теперь иди сюда. А теперь иди сюда. Он судья праведный. И Иаков говорит, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. И вы получите дождь ранний и поздний. Долготерпите, укрепите сердца ваши. Пришествие Господнее приближается. Все то, что Бог сказал через пророка Иаиля, должно исполниться. И это, представьте себе, может происходить в условиях глобального кризиса. Это все может происходить в условиях глобального кризиса. Мы скажем, Бог это выносит наш мозг, это взрывает наш мозг, мы другого пробуждения ждали. А он и не будет спрашивать чего и как мы себе это все представляли. Как говорил Иисус многократно, а что написано, как ты читаешь? Ну вот так вот и смотри, что написано и смотри, как читаешь. И я сказал вчера, Господи, вот вижу, как написано, а вот я не так читал. Я читал вот этот текст, контекст я прочитал определенный, вот оно, Господи, вот чего мы все ждем. А Господь сказал, все будет не как вы себе представляете. Я буду изумлять вас. Вы будете не переставать удивляться тому, что я буду делать, потому что это будет противоречить вашему мировоззрению. У вас веками, наверное, сложилось вот такое представление, но это будет вот не так. Поэтому читайте, Господь говорит, вникайте и исследуйте Писание. Вы же думаете через них иметь жизнь вечную, да? Ну, будьте внимательны, исследуйте Писание. И я вчера с женой, когда размышлял, сказал, смотри, так вот что, вот оказывается, оказывается, излияние Духа может быть не так, как это случилось в день Песятца или в других, как на Азуза случилось, а это может происходить вот в таких условиях, в условиях полной разрухи, гуманитарной катастрофы, кризиса мирового масштаба. Это все может происходить. И это действие Духа Святого. Я уже сказал, это мое мнение, мой взгляд на происходящее. Вот поэтому не ловите меня на слове никто. Я не сказал, что мне Бог сказал, что это так и не иначе. как я сегодня услышал от одного человека, он говорит, а я в моих познаниях о Боге еще точку не поставил. На сегодняшний день у меня там стоит только запятая, потому что я верю, что Бог будет еще и еще и еще. Поэтому и ты в твоем мировоззрении, в твоих представлениях не торопись поставить точку. ты можешь поставить запятую и дать Господу возможность работать с тобой, с твоим представлением, мировоззрением. Но он все правильно направит, он все правильно сделает, он все правильно устроит. У него ошибок нет, все будет однозначно, как сказал он через своих святых пророков. Ну, всем спасибо за внимание. Получилась такая проповедь немножко удлиненная. Вот, я призываю всех к молитве. Великий Бог, во имя Иисуса Христа, мы склонились пред Тобой. Прежде всего, Господь, мы склонились в глубине своего сердца пред Тобой. Мы склонились пред Тобой на колени наши, Иисус. Это знак нашего почтения к Тебе, Господь. Уважение, благоговение и трепета пред Твоим великим именем. Пред именем, которое наречено на нас, на детях. Пред именем, ради которого нам даровано прощение грехов. Иисус. Иисус, я себе представлял многие вещи по-своему, не вникая Господь. А Дух ясно говорит, мы не всегда ясно видим, слышим, читаем. Господи, открывай нам больше, Господь. Открывай нам больше. Мы хотим, чтобы Ты давал нам видение. Мы хотим, чтобы Ты давал нам понимание о всем происходящем в этом мире в свете пророческих писаний. Господь, чтобы мы друг на друга не сетовали, Господь, чтобы мы друг на друга берегли, Иисус. Во имя Твое, Святое, мы молимся Тебе, Господи. Руководи нас Твоим словом, Твоим советом. Мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Тебе, особенно, Господь, в свете всего того, что происходит сегодня в мире. Мы многих вещей не понимаем, мы многих вещей не знаем. Мы просим Тебя, Господь, помоги нам быть не просто долготерпеливыми, но твердыми в вере и ожидать, Господь, Твоего блаженного явления, и не как свидетели или наблюдатели со стороны, а как участники небесного звания и как участники воскресения первого во имя Господа Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok